Это больше как хобби идет, потому что в будущем я не хочу быть ни дизайнером, ни художником, просто прихожу сюда рисовать. Я начала сейчас с того года, попала во второй класс, меня приняли не с первого класса, потому что у меня уже были навыки, и сейчас я учусь в третьем классе. Сейчас мы просто прокрываем работу, а дальше мы будем брать губку и специально делать светлые места, где темные места прокрывать. Это очень сложная работа идет, очень трудно было прикрывать, но нам помогают. Нет, я еще тогда делала работу, несколько дней назад, сейчас я только начинала делать кувшин, и это очень долго делается, прокрывается. Наше основное здание находится на Солодунова, 54. Это практически район тоже ПЗ, но это не совсем ПЗ, это больше Ленинградская. Школа наша 20 лет существует, в школе занимается полторы тысячи учащихся, и, конечно, помещений не хватало. И на встрече с нашим мэром, с Воропановым Сергеем Александровичем, родители подняли вопрос о том, чтобы предоставить дополнительное здание для того, чтобы разгрузить с одной стороны школы, но и с другой стороны район ПЗ, к сожалению, доп. образованием не обласкан. Здесь учреждений профильных, школ искусств, музыкальных нет. Здесь будет профиль-то основной изобразительное искусство, потому что сейчас очень востребовано это направление. Дети хотят стать дизайнерами, дети хотят заниматься красивым искусством, живописью. Также у нас здесь предполагается обучение игре на гитаре, игре на портепиано, потому что классы у нас оборудованы для этих целей, и у нас небольшой кабинет для индивидуальной работы для наших хореографов, в основном больников. Мы хотим поставить себе планку самую минимальную, это 100 человек, а там уже посмотрим, какая будет востребованность. Вот данное здание вполне может сместить человек 180-200. Я приятно был удивлен, что у нас столько талантливых детей, которые хотят заниматься искусством, искусством и танца, искусством игры на гитаре, кто-то занимается живописью. И видно, что глаза у детей горят, дети хотят этим заниматься. И очень радостно, что у нас есть такая возможность создавать условия для наших детей, для жителей нашего города. Здесь будут обучаться дети, которые учатся в близлежащих школах. Этот микрорайон, где мы с вами находимся, перспективный, развивающийся, очень много новой застройки, поэтому детям и родителям будет удобно кому-то даже в пешей доступности дойти до школы и здесь заниматься. Эта школа, вот это помещение позволит с следующего года набрать более 100 детей. Вот сейчас они раскиданы по разным помещениям, а здесь они будут в одном месте. И очень важно, что это было муниципальное помещение, мы не затратили ни копейки денег. И здесь на ремонт деньги также самой школы. То есть школа сама зарабатывает деньги. Это очень положительный пример эффективного руководства. Я надеюсь, что этот опыт мы будем еще дальше транслировать. Я думаю, что в ближайшее время еще три такие школы в различных микрорайонах города мы откроем. Для того, чтобы было удобно жителям нашего города и, конечно же, нашим детям. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ